Всем привет, друзья! Это, как всегда, программа СМАК. Меня по-прежнему зовут Андрей Макаревич. Наблюдательные наши зрители заметят, что у нас в некотором смысле новоселье или, как модно говорить, рэп-брендинг. У меня в гостях сегодня интереснейший шеф. Его зовут Василий Емельяненко. Вот он, привет! И прежде чем он начнет творить чудеса, я ему хочу задать несколько вопросов. Я выяснил, что как профессиональный шеф проходили стажировки в разных хороших ресторанах, а до этого готовили себя к вполне профессиональной работе. Далеко не сразу решили вести видеопрограмму, посчитав, что вы уже для нее старовато. Что обо мне тогда говорить? Про возраст и ведение программы где-то вы прочли не в том месте. Да? Да. Я просто говорил, что если бы я решил это сделать ранее... Было бы еще лучше. Было бы еще лучше, да. А у вас почти полтора миллиона народу? Нет, сегодня будет два. 1,99 сейчас на канале. Сига себе. Это очень большие цифры. При том, какое количество кулинарных программ мы сегодня вокруг себя имеем, да? Вот попробуйте сами себя похвалить. Как вы думаете, за счет чего это происходит? Очень тяжело быть объективным к самому себе. Я, можно, буду опираться на то количество комментариев, которые, их большое количество под каждым роликом. Я периодически читаю. И вижу для себя это в двух направлениях. Вот так сказать, хвалю. Открытость и народность, как говорят. Отсутствие каких-либо понтов, ну, то есть надменностей и вот этого. Так, я вас сейчас всему научу. Вот берем это и делаем только так. Это отсутствует, поэтому... И второе... Значит, я сейчас все об одном говорил. А второе что-то было еще же. Второе, второе. Доступность рецептов. Я стараюсь опираться на то, что есть вокруг меня... Без открыга на стае. Да. Понятно. У нас есть такое понятие, как пиро из попы полярной совы. Мы его нивелировали. Это придумали сами подписчики, не я. И вроде как, что вы там в самом начале были такие эпитеты. Вроде там вы готовите, вам только вот еще кровь там, какой-нибудь единорога и пиро из попы полярной совы. Вот, а все блюдо получилось. В итоге все это переросло в такой маленький бренд. Ну, крупным его не назовешь, потому что мы там делаем несколько гаджетов для кухни около кухонных. И уже, так сказать, нарисовали свой бренд, который вышел из народа. Я еще вам хочу сказать одну вещь. Этот человек не пьет. Ну, да, да. Потому что, во-первых, день мой испорчен. Как бы он прекрасно не готовил. А если это не первая программа, а третья, то считайте, что... Ну, да, мы реабилитируемся к концу, это правда. Ага. Я вижу бычьи хвосты. Скорее, телячьи, судя по диаметру. Угу. Что это будет? Мы сделаем похлебку из бычьих хвостов. Можно, раз мы пока еще не начали, я там сюрприз вам маленький подарочек привез. Он будет для вашей кухни и, не знаю, для домашней или для смака. Вот такая коробочка. Просто коробка такая прекрасная. Я решил, что не буду в пакет перекладывать, потому что вдруг, если вы захотите... Вослать в другой город. Да. Вы можете... А-а-а! Это такая прекрасная разделочная доска. Не просто прекрасная. Она, во-первых, с гастроемкостью. Она небольшого размера, очень уютная. Оп. А это несколько пакетиков с пряностями. Это бурбонский перец, который на Мадагаскаре единственная в мире ферма, которая выращивает его, как, не знаю, как виноград и еще что-то. Интересно. Во всем остальном мире он растет только в диком виде. Редко-редко кому вот дарят такие... Обалдеть. Слушайте, спасибо огромное. Я даже не знаю, чем ответить, потому что мой ответ жалок, но зато аутентичен и историчен. Вот в этом фартуке, уже сколько лет? 26, наверное, да? Да. Вот, шла и иногда продолжает идти программа «Смак». Вот можете его прибить на стену, как артефакт. Он имеет историческую ценность. А можешь, собственно, использовать на назначение. Хорошо. Это хороший подарок, потому что, честно признаюсь, я фартуки коллекционирую. У меня их там чуть больше ста штук. Но они же в большинстве своем с брендами. И я их не могу куда-то надеть, потому что это реклама и так далее. Вот это бренд, который не стыдно рекламировать, когда ты куда-то выходишь. А я хочу напомнить нашим зрителям, подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Смак» Андрея Макаревича. И когда-нибудь у него тоже будет 2 миллиона. А я вам хочу сказать, подписывайтесь на канал «Шеф-повар Василий Миляненко». А, потому что вы увидите настоящего профи, и я думаю, не пожалеете. Вот так. Так, начали работать, ибо время наше ограничено. Ой, какая красота. Это афганский казан. Знакомы с таким казаном? Да, они разных размеров бывают. Я чуть-чуть не купил себе такой. Меня что-то смутило. В нем что-то есть от морской мины. Первую мировую войну. Да, я в нем готовлю. Это пятилитровый для дома, для небольшой семьи вполне достаточно. Да, на четверых. Если большой, то 15. Если семья большая, то... А, интересно. А здесь есть все-таки аварийный клапан какой-то? Да, вот он. Ага. Вот когда он залипает, случается непоправимое. У меня был... А у меня было такое. Значит, у меня друг взял, не прочел ничего про этот чудесный гаджет, и набил голяшками вот доверху, и решил сварить холодец. Хорошо он это делал в летней кухне. Понятно. Потому что смотрели телевизор, в общем, и жена говорит, сходи, посмотри, как там твой казан. Он говорит, я прихожу, у меня весь потолок в белой жиже, все оттуда капает, плита. У него вырвало оба этих клапана. Вот этот не был перегруженный, вырвало вот эти штуки, и они вот таким вот, вот такой струежек. Понимаю, понимаю. Вот мы поражали. Я варил хаш таким же образом. Вот примерно это и произошло. В юные годы. Афганский казан, это же, по сути, скороварка. Поэтому мы можем сократить, почему я очень хотел хвосты, и очень хотел мужская такая еда вкусная. Варится после закипания 30 минут ровно. Вместо двух с половиной часов. Вообще хвостики необыкновенно вкусные вещи. Столько из них можно всего прекрасного сделать. Это рыночный хвост. Он, во-первых, мясо светлое. Ну, коровка небольшая, бычок небольшой. Ну да, и молодой, да. Молодой, да. И не от наших крупных производителей, потому что от наших крупных жира очень много. Они же кормят их кукурузкой, там, чем-то еще. Как я любил смотреть, как другие работают? Вы себе не представляете. Так, сюда у нас пойдут хвосты. Верно. Мы их не будем обжаривать. Будем складывать, как есть. Ничем не смазываем стенки, ничего. Нет, мы добавим чуть-чуть воды. А, ну да, это же будет. Нам без воды нельзя там никак. Так. Теперь нам нужна картошка, лук и болгарский перец. Обязательно травки, муравки. Розмарин обязательно сюда. Потому что бычьи хвосты – это все-таки такая европейская тема. Давайте попробуем сделать… Укропчик. Вот как, да. Стебли укропа. Может быть. Все, а стебли я их оставляю всегда крупно, для того, чтобы можно было потом выловить. Сколько картошки? Четыре. Мы кормим всех остальных? Все человечество, не на корм. Я понял. Тогда у меня команда поменьше, чем у вас, и поэтому я успеваю даже двумя блюдами накормить всех. Это аглоеды. Это Паша Емельевич. Они растут. Пришел один с камерой. Я тут у вас поснимаю. Смотришь, уже двое. Потом трое. Потом четвертый указывает, куда снимать. Пятый говорит, а хотите у вас будет больше зрителей? Дайте сто тысяч. И так они растут, 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 растут. Как грибы. А за еду как бы не хотят работать, да? Нет. Еда – это как бы не обсуждается. Плюс еда. Так, тогда вот нам, я думаю, головки и чеснока будет достаточно для этого объема. То есть у нас получается классическое жаркое такое, да? Тушное. Ушное, ушное. Я, кстати, долгое время собирался. Да, мы на «ты» вина были. Да я все никак. Ну, соберись. Как? Перешли на «ты». Хорошо, на «ты». По отчеству? Хорошо. Это по партийному. А вот ты, Вадимыч, неправда. Ты помнишь, что до появления картошки на Руси я заменял брюкло. И вот это как раз и было ушное классическое, там, времен Петра, там, Ивана Грозного, да? Угу. И мне было страшно интересно сделать такую историческую вещь ушное с брюкой. Брюку оказалось не очень просто найти, между прочим. Проще репу. Но я нашел брюку. И это получалось очень вкусно. Она послаще, чем картошка. Угу. Но он имеет специфический такой аромат свой. Есть, который кому-то может не нравиться. У меня он не раздражал совершенно. Зато ощущение того, что ем настоящее древнерусское блюдо, оно все перекрывало. В зависимости от того, насколько мы все любим лук, что мы помельче его режем или так целиком бросаем? Я люблю лук настолько, что могу сожрать вот эту половинку с руки. Да, ладно. Не буду экспериментировать. Экспериментировать. Да, хорошо. Тогда нарежем такими довольно крупными кусочками. Да он же все равно растушится там. Вот если его целиком оставить, не растушится он там. Ну, если целиком, то нет. А поменьше, помельче разрезать тогда, он отдаст больше вкуса. Вот культурный шеф, конечно, картошечку на моем месте положил бы в холодную воду. Это все такие нюансы и детали, которые незначительны в рамках. Мы же сейчас ее сразу же туда отправим. Да, она не успеет потемнеть, я думаю. Но если употреблять в пищу картошку не каждый день, то это удивительно вкусный продукт, надо сказать. Я, честно признаюсь, не особо любитель большой картошки. Ем ее исключительно редко. И, наверное, дожидаюсь охотки, как говорят, с охотки. Вот классическая, скажем, говяжья котлетка с картофельным пюре, которое еще вот так вот сделано, и тут маслица с огурчиком, с соленым хрустящим огурчиком. Это же слезы проступают просто. Слезы счастья проступают, когда я вижу. Да, ложка и чешуйки – это особое место. Эти чешуйки занимают в истории советской кулинарии. Без этого никак. Сейчас современные повара всячески пытаются привить молодым мувитон вот этих чешуек. Произвольно режу крупными такими достаточно кусками перчик. Не чистили мы его, не ошпаривали, ничего. Спасибо. А вот как ты относишься к острую пищу? Ой, очень хорошо. Я прям обожаю острую пищу. У нас двое. Это я к тому… Вот я бы туда точно чили бы перчик бросил. С удовольствием. Вот этот вот? Да, порезал бы и бросил. Этот, может быть, мы его просто надрежем вот так, да, и… Можно и так, а можно и… Да, давай так. Чтоб потом… Вынуть измужить, да. Окей. Вот сюда как раз подоткну в букет гарни. Перец не мое самое любимое… Не мой самый любимый овощ, поэтому я вот одного достаточно будет накидать. Некоторое блюдо перец каким-то талантливым образом умудряется упростить до самого, так сказать, низа, что ли, гастрономического. Я так думаю. А иногда бывает, что и без перца никуда не деться. В болгарской кухне перец и брынза, печеный перец и брынза. Два ингредиента. Да. А ты знаешь, знаешь, как в Молдавии его делают, да? Во дворе стоит маленькая печечка, они сначала его обжигают, снимают шкурку, и потом на сковородке на очень тоненьком слое масла быстро обжаривают с каплей уксуса. Это фантастика какая-то просто. Особенно, когда это с молдавским же вином, вот тут вот… Так это вот у них маленькие перчики вот такие вот, да? Нет, они такие тела тоже, да? Держи. Мы ее тоже не особо мелко будем резать, да? Я думаю, что вот эти вот одинаковые четыре мы закинем целиком. А, правильно. А вот эту мы разрежем… На четыре части. На две, чтобы нам приравнять его… На четыре. Маленькая разорвать… Да? Расползет. Все, нет вопросов. С кем я спорю? Я практиковал бычьи хвосты. Да верю. Так, из пряностей. Да. Обязательно лаврушечку надо. Без нее… Лаврушечка – это такая русская нота. Ну, перец горошек, наверное. Нет? Его бы тогда раздавить, наверное, стоило, чтобы он… А есть мельница? Есть и мельница. Мельница, лаврушечка. Она… Она несколько старше, чем я. Она вон, вон, наверное, за углом. Она себя ведет очень в свою драму. Она хочет мельец, а хочет нет. Ну… Попробуй. Нет, это… Нет? Это обманка. Обманка. Кругом обманка. О, нет, смотри. Есть. Ага. Переборщиваю до утра. А ты хочешь побольше? Ну, побольше чуть-чуть, да. Чтобы аромат был. Окей. Мне кажется, вот я могу ошибаться. Если я хочу долгоиграющую историю, в суп я кладу не раздавленный черный перец, в суп. А если я хочу моментальный аромат, это за две минуты до готовки просто. А потом добавим. А, если захотим. Да, если захотим. Окей. Люди, кто изучают кулинарную химию, я, скажем, не сильно в ней углубляюсь, но сейчас нахожусь в процессе изучения, утверждают, что черный перец, как чай, он имеет свойство настаиваться. И отдавать очень, поэтому горошек в суп не всегда рекомендуют, ибо на следующий день он начинает все больше и больше отдавать. Если чуть-чуть переборщил, или бывают мужчины такие, у которых щепотка, а там от моей отличается раза в три, то он может навредить люду, а не... Поэтому часть, я всегда привык так, часть добавляю, а потом или в тарелку, или в само блюдо. Окей. Это копченая паприка? Паприка, надо. Похоже на копченую даже. Копченую, да. Там есть кориандр, я вижу. Кориандр... Не сюда. Я что-то не очень люблю его. И зира тоже, наверное, не сюда, да? А вот это... Это укроп. Это укроп. Зира даст восточную окраску сразу. А укроп его? Можно немножко. Немножко, да. Будет он там чуть-чуть попадаться. Пол ложечки я добавлю. Немного? Не, немного. Давай. Картошка подкрасится заодно. Соль. Соль. Илья Исаакиич Лазерсон был у вас в гостях. Неоднократно. Вот, у нас с ним давний спор. Он в своих роликах говорит о том, что солить нужно бульон после того, как он сварится. А я настойчиво утверждаю, что нужно солить его в самом начале. Если он не завинчен, а крышка открывается, я, честно говоря, солю в конце, ну, минут за 20 до конца. Потому что мне кажется, что в пресной воде мясо получается более мягким. Я могу ошибаться. А вы попробуйте его варить на 10 минут дольше. И оно будет такое же мягкое. Я считаю, ну, это с моих домыслов какие. Мясо в процессе всей варки напитывается солью. И оно становится индивидуально вкусным. А когда в конце мясо не успевает пропитаться солью, и бывает очень часто в ресторанах ребята отдают борщ, но там же система хранения, ты же не можешь мясо хранить, хранишь его отдельно. И оно, когда добавляется, как будто из другой оперы. Да, но есть другая фишка. Это древнейшее блюдо, разворная лопатка, например, пачка, которая варится вообще в пресной воде. А когда ты ее уже подаешь к столу, ты ее посыпаешь крупной солью и зеленью. Тогда соль эта хрустит для тебя на зубах, а мясо при этом пресное. Это уже у тебя соединяется тоже клево. Тоже, да. Это как в китайской кухне битые огурцы. У нас как их переработали российские повара? Превратили их в маринованные. А ведь смысл в том, что свежий огурец с агрессивной заправкой вот этой, которая попадает. Вот проверенная вода. Лети. Останови меня. Прикрывать полностью не надо. Это будет суп. Овощи и хвосты дадут немножко влаги. Конечно. Я думаю, вот столько, наверное, будет достаточно. Вот он там появился. Можно было бы один помидорчик туда добавить? Только лишь для легкой кислотности, но чтобы не превращать его в томатный суп. Что думаете? Я бы не стал. А мы же на пивешку. Я бы не стал. Во-первых, жалко хорошие помидоры. Сюда можно любой помидор добавить. Любого у нас нет. Окей, тогда будет без помидора. Теперь очень важно это закрутить космонавта в гермокамере. Должна быть специальная служба, которая каждый раз приходит и проверяет работу вот этого экстра-клапа. Точно? Все. Выглядит она, конечно, очень хорошо. Очень хорошо. Это прям что-то из «Тысячи одной ночи» такая. Нет, из «Жуливерна». Все-таки из «Жуливерна». 20 тысяч льё под водой. Закрутили и вниз отстраивали. Такая батишфера. Значит, вот как только вот эта штука закипит, то есть её главное что? Разогнать. И потом начинаем отсчёт времени. Как только вот здесь начнёт подшип... Стравливать. Воздух. Всё, делаем, переставляем туда на маленькую. Это на большую сейчас поставил, чтобы на море быстрее закипело. Потом на маленький огонёк. 30 минут на таймере выставляем. И начинаем помаленьку заниматься. Салатом. Салатом. Это, конечно, не совсем салат. Хотя, в принципе, там будут помидоры только и заправка из трав. Как назовём, так и будет. Да. Я вот, когда такие вкусные томаты... Это гренадила. Я на рыбке... Гренадила. Ещё раз. Гренадила. По улице ходила... Большая гренадила. Я никогда не видел такого крупта. А что это? Очень красивая вещь. Сейчас всё поймёте. Стоит его только разрезать. Я тоже раньше такой размышлял. Теперь понимаете... Ага, с такой грязью внутри. Да-да-да. Это как маракуйя. Пашн-фрукт. Пашн-фрукт. Буквально такими кусочками. Меня это всегда страшно раздражало. И меня. Правда? Да. У нас много общего. Крупных надо резать. Мы когда-нибудь лет через 20 объединимся и откроем замечательный ресторанчик. Он будет называться Андрей и Василий. И очень обогнёт земную шапку. Ты режешь томаты. Так. Как вот по-нашенски. А я буду к соусу. Годится. Годится. У меня есть блендер здесь спрятанный. Принят. Вот. Но соус хочу сделать нестандартный, потому что он должен как-то вот отличаться от всех травяных соусов, которые я, например, в своей жизни встречал. Может быть, я их встречал мало. Да. Я хочу сделать его очень пряным с точки зрения вкуса. Для этого я притащил с собой кирвель. Это зелень, которую на рынках очень часто вы можете встретить. Как горный кинза будешь. Какой? Что? Какая кинза? Горный кинза будешь. Вот они почему-то называют это горный кинзой. Хотя очень отдалённо напоминают кинзу. Только есть короткие сезоны, когда у кинзы мелкие листочки. И сорт. Я никогда не пробовал. Это чисто французская зелень. Во-французской... Немножко с анисом. Да. Довольно сильным анисом, надо сказать. Интересно. Вот. Поэтому сюда. Плюс ещё тархун, который я тут держу в пакетике и не достаю. Потому что он на рынке идёт. Вот такой формат нарежки я предлагаю. Прекрасно. Это, я так понимаю, грузинская, наверное, скорее всего. Газета? Газета. С ума сойти. Вот так листовки попадали в царскую Россию, знаете. Точно. Ну, конечно, это вот круто, когда они, торговцы, в эти газетки заворачивали. Везли, да, да. Это трогательно. И немножко зелёный базилик. Очень у меня рука тянулась за красным, но я из-за цвета не согласился. Зелёный ароматнее. Ну, да. Он другой, более, на мой взгляд, интереснее, чем красный. Хотя из красного получается великолепный компот. Компот? Да. Просто потрясающий компот из красного базилика. Немножко лимона, немножко сахара туда и воду кипяточком всё это размешать и оставить остывать. Даже его варить не надо. За пивочка такая. И он будет фиолетового цвета, сам лимонад. Ой, в смысле, компот. А лимончика туда немножко? Да, 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 обязательно. Можно, да? Вот так сделаем. Всё, на маленький огонёк. Вот теперь пар повалил. Вот отсюда прямо. Ага. Можно, наверное, и меньше огонь сделать. Да, 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 я хочу поменьше сделать его. Во. Тархун есть, это есть. Осталось кирвель. Или кервель его очень называют. Но тут такие, как творог-творог. Кирвель – это еврейская фамилия. Ну, вполне может быть, я не знаю. И небольшое количество чеснока. Но совсем небольшое, чтобы нам... Да, перебьёт всё, чувак. Анисовые нотки тут везде анисовые есть. Поэтому там он, конечно, сильно не перебьёт. Но он будет стараться перебивать его. Собственно, один зубчик, да? Не-не-не, не вон тот. Молодой. Молодой, да. Понимаем. Так, масло здесь есть вот оливковое, да. Написано. У молодого чеснока шкурка ароматная. Вот у того нет, а здесь ещё есть сок, эфирные масла. И я, когда вот весна наступает и появляется большое количество чеснока, я откладываю в чашечку, в холодильнике держу, чтобы не засыхал. А потом вот при варке бульона ещё чего-нибудь родства закидываю и прям бросаю. Всё получается очень даже комфортно. Сейчас это сделать нельзя, потому что туда-сюда крышку не откроешь, не закроешь. Ну, тут, в принципе, как бы много заправки не надо. Вдруг там кто-нибудь потом захочет или вы решите её там с собой забрать. Бывает такое, что я не знаю, как всё раскроется. Каждое блюдо, каждая заготовка, всё живёт по-своему. Все 26 лет я планирую что-то с собой забрать. И все 26 лет они успевают отсаживать. А, понятно. А вот эту, значит, гренадилу мы туда ложкой доеем. А почему не сюда сразу? Она относится больше к заправке. Мы сейчас же должны её перемешать, чтобы она там как-то разошлась. Она не хочет грозди. Вот и как раз то, чего этому соусу не хватает. Я всё-таки склонен размышлять на тему, что кто-то из давнышних шефов, у кого я учился, мне рассказал некую теорию. Он говорит, в блюде будет максимально вкусно только тогда всё, когда каждый ингредиент вкусен по-своему. Ну, я имею в виду индивидуально. То есть он говорит, должно быть посолено там и посолено здесь. Но только если ты туда много посолишь, а сюда не досолишь, оно там в взаимозаменяемости не произойдёт. Должны все реакции на всех этапах произойти, и потом вместе они соединятся. Никогда не думал об этом. Ну, это такой высшей тонкости пилотаж. Да, вот получается вот такой зелёный, симпатичный, там с какими-то желеобразными формами внутри. Вот когда дешёвые фильмы про зомби снимают, у них обычно течёт вот это, да? Отлично. И такими вот как раз комочками, да? Да-да-да, конечно. У меня есть хлеб. Я помимо помидор, на рынке, у меня там есть одна, один удалочек, бабушка, дедушка. Вот он лежит. Дрожжевой на закваске. Тут, как пекарь говорят, дрожжи это химический элемент, а закваска это натуральный элемент. Но суть... Красивенькая. Да, он со вкусом лука. Хорошо. Да, лёгкий луковый аромат. Не знаю, как-нибудь вот так, чтобы каждому досталась корочка. Вот я вообще могу сказать, что я противник тоталитарного фашизма, потому что, конечно, жрать хлеб с утра до ночи не очень полезно. Но иногда к блюду, которое хлеб требует, а именно, там, например, остаётся подливочка, которую нужно вот так вот хлебушком подобрать. Тогда он просто незаменим. Согласен полностью. Отличный. Можно помакать вот сюда, не знаю, там, вот как-то... Да, это бы пошло под вторую рюмку. Как так случилось, шеф, что вы отказали себе в таком земном удовольствии, как выпивание благородных родников? Когда появилось чуть больше подписчиков, чем ноль, расширилось количество проектов, которые стали звать. Большое количество командировок очень выматывает. У меня организм такой, несмотря на то, что там я и спортом занимаюсь, и что-то там куда-то пытаюсь двигаться, но алкоголь сильно меня, короче, прибивает, постоянно красные глаза, постоянное вот это вот желание спать, постоянное... Ну, а сколько выпить? Кружка пива, вот, раньше была традиция, самолёт, кружка пива, в самолёт сел, подремал, проснулся. Много командировок, у меня организм выматывается. Просто я приезжаю домой, там, у меня неделю нету, и жена говорит, я тебя потом три дня не вижу, потому что ты просто отсыпаешься. Понимаю. А потом произошло вот что, когда я, значит, я в Индию ездил просто какое-то время, и там, знаете, секты, вот эти всякие, всякая такая штука. Уже не езжу, но тогда было принято решение, типа, а что будет, если год не пить? Экспериментально. Я год так же мясо не ел, но мясо ем. Я всё-таки вернулся, потому что мне вот вкусовые ощущения, как для шеф-повара, важны. А с алкоголем получилось так, когда прошёл год, я понял, что у меня, как привычка, она отвалилась, и мне стало комфортно жить без него. И всё. А потом жена стала говорить, ой, ты знаешь, а мне приятно, я так зацепаю, а тебе перегаром не пахнет. Заправим? Да, нужно заправлять. Вот так. Вот сам. Это очень ответственное дело, мистическое. Вот не перемешивая, да, а просто равномерно полив сверху, верно? Пока что да. Потом, когда мы будем это всё употреблять, то, конечно, стоит перемешать. Ну, чтобы не поломать помидорчики. Пока. Очень красиво. Пусть вот так будет. Красное и зелёное, вот очень красиво. Скажи, это дело едят ложкой или вилкой? Я стараюсь вообще подобное тушёное блюдо есть ложкой, потому что, когда мясо отходит от кости, его ложкой удобнее снимать, жижку подприхлёбывать. Понимаем вас. Вот наши ложки. Отлично. Так. Вот и здесь две тарелочки. Так. Вот как ты сейчас будешь с маждающей горячей крышкой себя вести? Ему надо, да, чуть-чуть остыть. Если давление не спадёт, мы же не открутим, там же давление высокое. Понимаю. Так, тогда выкручай огонь. Окей. Можно, конечно, попробовать принудительно его. Нет, ну ты посмотри, как оттуда шарашит сейчас под давлением пар. Как из паровозного котла. Конечно. Нет, если прямо сейчас его крутнуть, во-первых... Ожог руки будет просто. Он вот отсюда выйдет вот в таком, в такой плоскости. Там не ожог руки, там будет ожог... Ожог сердца. Нет, есть вот принудительная вот такая история. Ага. У паровоза тоже есть. Спустить лишний пар. А можно сюда ещё... Да, свисток поставить. Он будет гудеть. Мне кажется, поэтому и сделали круглым. Конечно. Чтобы форма наиболее хорошо держащая. Безопасно держащая. У неё нет слабых узлов. Это абсолютно... У меня сейчас ощущение, что баллон акваланных спускаем просто. Обалдеть. Endless. Пока ты выпускаешь остатки пара, могу тебе рассказать историю про сою кабуль. Ты знаешь, что это такое, да? Значит, это для меня был загадочный соус, который добавляли в майонез, когда делали оливье до революции. Я нигде не мог его найти. Мало того, я даже не мог найти его приблизительного состава. Только знал, что это острый соус. Пока один человек, энтузиаст, не нашёл рецепт, не восстановил, я купил, жена моя купила пару бутылочек сои кабуль. Знаешь, что это оказалось на вкус? Может быть, ты не застал. В советские времена был такой острый южный соус. В майонезной баночке. Не застал. Вот это он. Это просто он. Я даже проследил историю, просто соя кабуль после революции превратилась в острый революционный, значит, южный соус. Чтобы не очень умное название было. Ну, теперь самый ответственный момент. Аккуратно, ложись. Всё-таки столевара надо иметь на положу, да? Да нет, всё нормально. Так, ты мне положить один кусочек хвоста, небольшой, одну маленькую картошечку, один кусочек перца. Вот он. Да. Почему маленький кусочек хвоста? А потому что обжираться вредно. А мне сегодня ещё пробовать и пробовать. А, я понял. Всё. А бульончик? Бульончик цветовый. Создайте себе. А я побольше себе положу. Конечно. Потому что мне сегодня не пробовать. Вот. Ты смотри, какая картошка. Она рассыпается под весом ложки. Всегда, если вдруг, да, если вдруг происходит такое, что вот, потому горячий, конечно, я не знаю. Я просто тороплюсь. Понимаешь? Если вдруг чего-то не хватает, мы понимаем, что недостаточно, значит, нужно закрыть его снова и поставить ещё буквально на 10 минут. Замельчить обратно? Да. Он тут же быстро разойдётся, я имею в виду, он горячий. Нет, мы этого не станем. Нет, мы-то не станем, да, но я просто рассказываю для тех, кто вдруг начнёт думать, что мы неправильно выбрали время. Мы выбрали правильно. Мы выбрали правильное время. Потому что хрящички, прижу, всё-таки надо чуть-чуть подгрызать. Да. Если они в кашу превратятся, так что это за хрящички? Теперь подберём кусочек гарбошечки. Коля, не смотри такими жадными глазами, не надо. Я не жадный, я голодный. Дувай, коматарный. Тут хватит, да. На салат? Можно, да. Для чего уж там. Что нам мешать делать? Это божественно просто. Это просто божественно. Это какой-то вот салат из райского сада. Израильского? Райского. А, из райского. Не послушайте. Израильского сада. Хотя они, в общем, не очень далеко, до которого вы находились. Господа, поскольку смотреть на то, как мы жрём, не настолько интересно, как смотреть на то, как мы готовим. А меня мои подписчики заставляют, чтобы я пробовал всё. Понимаю. А то вдруг гадость. Да. Это не гадость. Но мы с вами прощаемся. Приходите к нам ещё. Счастливо. До свидания. И спасибо, что вы сегодня... И спасибо тебе. Андрей, я вот подумал, как ты вот сейчас и размышлял, пока тебе удалось уже перенеться и пришиться на зелёную медаля. Я подарю казанку. Сумасшедший. Ну, чтобы было... Этот гаджет должен быть у мужчины, увлекающегося едой, разбирающийся больше, чем у ноги поворотов. Следующий подарок по значимости, это будет, видимо, автомобиль. Слушай, спасибо огромное. Он там ещё хвосты в нём пока остались. Я с хвостами... Нет, хвосты нет. А, хвосты Николая Николаевича, значит, казан Андрею. Я вас тоже.